В зале суда сегодня спокойная атмосфера. Из близких потерпевшего Тахира Тахтахаджаева никто не был замечен. Лишь родственники подсудимых с напряжением ожидают приговор. На скамье подсудимых Бахатбек Нурманов и Максат Мадиев. Первоначально они обвинялись по четырем статьям Уголовного кодекса в самоуправстве, похищении человека, незаконном лишении свободы и грабеже. Согласно материалам дела, в начале мая 28-летний Тахир Тахтахаджаев в течение шести дней был пленником на даче у своего шефа подсудимого Бахатбека Нурманова. Там парня избивали шеф и его помощник. Об этом потерпевший заявил журналистам. Максат начал меня бить, пинать. Я упал, начал пинать по ребрам. Там спустился на лифте Бахатбек. Я уже лежа. Начал меня так же добивать, пинать. На выходе они посадили мне Бахатбека машину на дачу Бахатбека. Он оторвал от кресла-качалки подлокотник, начал им бить. После чего, когда я защищался рукой, пнул в область сердца, где я полностью отключился. После того, как дело получило широкий резонанс, в полиции было возбуждено уголовное дело по ряду статей. Главный подозреваемый Бахатбек Нурманов взят под стражу на период следствия. В последствии был задержан его сообщник телохранитель, бизнесмена Максат Мадиев, также принимавший участие в избиении. А позже на подсудимых заявления подали еще несколько человек, которые также по делу проходили потерпевшими. Следствие длилось 4 месяца. Столько же суд рассматривал дело. В результате подсудимые признаны виновными по двум статьям Уголовного кодекса. Из обвинительного заключения незаконное лишение свободы и самоуправства были исключены после примирения сторон. Остальные по двум статьям сегодня осуждены двое подсудимых и обои по 7 лет лишения свободы по данным статьям. По 3 года по гребежу и здесь погрешение менее строго наказания, более строго были окончательно назначены 7 лет лишения свободы. Впрочем, этот приговор не окончательный. У подсудимых есть еще время, чтобы обжаловать его выше стоящей инстанции. Даниар Худайбергенов, Ганебик Тимисов, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании Отрар.